Так, поехали. Игра против Нубаса-Контрабаса. Впервые играю с ним, поэтому не знаю, насколько слаб или силен его уровень. Ну, по его словам, вроде бы уровень довольно слабенький. Но уже давненько просится, чтобы сыграть. Вот тоже, не знаю, в последнее время, если раньше просились сыграть игроки, которые считали, что играют лучше меня или на моем уровне, то сейчас часто просятся те, кто просто хочет засветиться на ютубе. И это, конечно, плохо. Ну, все, главный герой есть. Заходит Алагар. В принципе, больше ничего и не надо. Бесплатного героя можно освободить обзорочка. В общем, старт хороший, как по мне. У RLA тоже есть. Выход на авторичку через Гномов. Это вполне пробиваемо. Так, ну там у нас кто-то пройдет в ту сторону. И этот кто-то это будет ДАС. Он сразу же отдает всю армию. Вот. И мчить собирать золотишко. Алагар по дорожке заодно пробьет троглодитов. Почему бы нет? Гарпиями тоже прикрываемся максимально. Подпускаем поближе. Не добили, да? Ну, бывает. Ничего не сделаешь. Стрелочки я хочу немножечко поберечь. Как бы там ни было. Вот как-то так ударим. Пожалуй, wait. Кентусики убегают. Битва без потерь. Все. На всех парах мучим на выход с вами. Ну и чердак гарпий, чтобы не проседать по отстройке замка. Оппоненту выпадает башенка. Там тоже, в принципе, замок хороший. Очень сильный для скирмеша. И оппонент берет рестарт. Окей. Так, ну и сдача. Инферно против крепости. За крепость нам не зашло магов. Ну, мирист это такой себе мат. Поэтому, скорее всего, будет рестарт с нашей стороны. У оппонента виден Корониус. Плюс Рашка. Ну, Корониус это друид, конечно. Но героям тоже так себе. Светит все равно мне Рашку, типа, в конце. Ну, ладно. Выкупаем еще одного родного героя. Пробуем собрать золото, чтобы хватило на еще одного. Так, внешнее жилище змеек есть. На еще одного героя не хватает совсем чуть-чуть. Стартовая армия более-менее. Так, ну золото, я так понимаю, я не соберу. Стартовал он лучше, так что... Рестарт с моей стороны. Серьезно? И опять крепость против Инферно. Как судьба. Ну, кстати, три стека ящеров зашло на старте. Еще и эльфы дополнительно пришли. Так, ну ладно, давайте пока одного ящера дадим. И побегаем, посмотрим, что у нас вообще есть. Вот как раз немножко золота. Быстро находится лесопилочка. Ммм, пока непонятно. Сразу же слазить в склепе, в зависимости от склепа тогда решать, играть или не играть данный расклад. Склепик выпал такой себе. Можно завоетиться. Так, пробуем выбить. Не выбиваем, к сожалению. Прячемся в уголочке, закрываемся. Пробуем еще раз. Тоже не добиваем. Ну что ж, надо идти наверх. Тоже наверх. Так, минус единичка. Делаем так. 5 хп не выбьем, да? Значит, wait, wait. Подобиваем. Давайте дальше встанем. Так. Надо типа уходить. Прикроемся, прикроемся. Тут по кентаврам удар будет нанесен. Без вариантов. Хлоп. Тоже стоим. Выбегаем. То же самое. Так, wait. Давай наверх. Ну и все. Все-таки на еще одного героя мы с вами собрали. Пришел Интеус. Ну, сколько раз за Интеуса я играл, ничего хорошего из этого не получалось. Но, возможно, в этот раз будет какое-то исключение из правил. Как знать. Ящеры не отстроены. Ящеры не отстроены. Это, конечно. Сундук сокровищ лежит. Собственно, покупаем Интеуса. Вот. Вот пришел главный герой. Это Айслин. Вот через Айслин можно уже попробовать и сыграть. Это уже интересно. Так, сразу же будем забирать лесопилку. Ладно, давайте рискнем. Все равно как бы фановая игра. Почему бы нет. И ожидаемый рестарт от оппонента. Почувствовал он что-то неладное. Да. Так, ты что-то писал. Ха-ха, опять Инферно? Ну да, это судьба. Ну а мне Цитаделька пришла. Ну, кстати, я не вижу, за кого мне тут играть. Так что, скорее всего, будет тоже рестарт. Ну, в принципе, да, маг так себе. Но там, скорее всего, лучшего варианта нет. А нам пришел Дарксторн. Его вполне можно покачать, почему нет. Ммм, неплохой артефакт, кстати. Там, говорит, понятно было, что топчик зашел. Ну-ну. О-о-о! Сразу посмотреть на расклад, это здорово. Видно, что вторичка заблочена. Я на нее не смогу в ближайшее время попасть. Хотя, внешних же лишь целых два. Двойной АГО. В общем, не нравится мне данный расклад. Ну что, теперь уже 100% играбельный расклад. У него крепость, у нас замок. Но нам пришла Кейтлин, которую уже можно делать, в принципе, главным героем. В этом плане нам, можно сказать, даже повезло. Так. Орин. Ну, пока Кейтлин как выглядела, лучшим вариантом из возможных так она и остается. О, обзорочка сразу же. Чтобы понимать, что тут за ситуация. В принципе, дома нам делать вообще нечего. Сразу же надо идти. Болото. Ну да, у оппонента болотом. Так. Сразу же стрелковую башню. Немножко добираем себе армии. И вперед на выход. Замедление сразу же нашли. Неплохо. Но по золоту старт, конечно, печальный. Оппоненту пришел Кланси. То есть, есть драконы Кланси. Это как минимум. А нет, у него уже три даже героя. Еще кого-то я пропустил. Света Клечения нашли. Вистан. Ну, вот как раз три героя. Все три героя воины. Так что, думаю, ситуация там тоже не такая уж и хорошая. Пошли бить зомби. Охрана, конечно, не очень приятная. Клечения и замедления. Давайте вот этого замедлим, что ли. Тут еще и пятая скорость. Не очень хорошо это все делаем. Один хп. Давайте. Нет, наверное, надо еще чуть-чуть потерпеть. Не в этом раунде, пожалуй. Вот так, наверное, как-то. Блин, объем слабо. Это как раз беда. Ай, больно. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Со всех сторон на стрелков налетели. Ну, тут больше одного не ударят в любом случае. Еще и минимальный урон наносить каждый раз. 16 хп мы столько не ударим. Блин, какое же неудобное АГО выпало в итоге. А нам типа с этим играть. На следующий ход будем отжимать вторичку, получается. Да. Кузница. Следующий ход. Так, у оппонента пока не ясно. Но то, что ему зашел Вистан, это может говорить о том, что у него, например, много стрелков может быть на старте. Так, вариант. Блин, еще и на вторичке охрана сильнее, чем обычно. Нам как-то с вами вообще сегодня не везет. Гео сильнее, чем обычно. Гео сильнее, чем обычно. Гео слегка. Гео. Гео сильнее. Как только. Гео живей. Гео. Я не знаю. Гео. 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 Да ладно, еще и не выбили Что же за невезение-то такое У этого 1 хп смысла бить нет 3 хп, ну ладно 18 Наверное как-то так Еще и качается Кейтлин Тоже не так как надо Обычно если у меня игра не идет То ничего хорошего из этого не получается Пока мы видим нечто похожее на то Ладно, ставим казармы Ставим таверну Ну и следующий ход Быстрый ход оппонента Вообще, блин, как можно было так ужасно сдать Даже не знаю Конюшенка Хоть что-то Но с этой охраной особо что-то пробивать Смысла наверное и нет Мало на что мы можем претендовать В монастырь попробовать выйти, но тогда мне все виды ресурсов надо Ртуть мы найдем Кристаллы будут А вот серый нет Может префектуру тогда Ну и следующий ход Оппонент пока вторичку еще не отжал Что он там пишет? Взаимно так Плохой расклад У оппонента У меня тоже расклад не блещет Вторичку не забрал, да? Вперед за самоцветами и золотом Камни к лужам Ну я не знаю даже что делать Просто бежать домой Раздача реально плохая Давайте цвету поставим Горы нигде не пройти Горы нигде не пройти, говорит Ну да, бывает такое Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 0-5-1-1 Вистан что ли качается? Со стороны оппонента Неужели все настолько плохо Что качается вистан? Оставшиеся армии я пробить вообще ничего не могу Мне надо просто будет бежать домой Но до тех пор пока мы еще будем бежать Мы с вами можем Немножко кристаллов взять И после этого уже под конец недельки Садиться Домой в замок На следующий ход В принципе мы можем с вами замок поставить Но останемся без грифонов Либо же мы строим грифонов Но остаемся в цитадели Я думаю что грифоны нам не настолько нужны Чтобы я сейчас За них так переживал В принципе я тысячу потрачу На тысячу мы и выйдем Но мне придется еще выменивать ресурсы Ой нет не хочу Так сойдет Взял он вторичку Прям на последний день недельки Ну молодец успел Обзорочка Еще один сундучок Все таки если бы Сундучок я видел раньше Можно было и в грифонов выйти заодно Но спасибо и на том что есть И так тоже хорошо Садимся дома Есть возможность в принципе вторую префектуру поставить В этом случае две тысячи нам всего лишь капнуть Из них мы Тысячу потратим на грейд Хотя грейд у нас не получится Потому что дерева нет Да ё-моё И опять вторую неделю без грейженных стрелков бегать Хоть иди пробивай боевые гномы Вроде деревяшек Пятая скорость Ну в таком случае префектуру нельзя строить Нужно золото Чтобы ехать и сражаться дальше Но развитие настолько отстойное Просто не передать Рискнуть или нет Говорит Говорит рискну Не знаю ради чего он там собирается рисковать Ну пусть как хочет Рискнул Говорит и Макси склеп Слился Давай автосейв Говорит Ну окей Говорит оппонент Что расклад Неинтересный Ну что Приходит новая неделька Давайте чекнем за одно хранилище 20 до 5 С грейженным стеком получается Мы с вами в принципе знали Что стрелков загрейдить мы не можем И кстати у нас есть несколько вариантов Либо мы остаемся на один день Но потом с грейженными стрелками Нормально Выезжаем Можно попробовать Так да Дерево же по 2 получается Да Прирастает Когда уже нормально Скупимся и выйдем Давайте 1-5-1-1-1 Ясно Ну что Наконец-то Грейдим стрелков Там еще немножко Стрелков Кстати нам пришло Ну вот С грейженными стрелками Уже конечно Что то Можно пробивать Да Уж даже разогнать Не можем Своего героя Бывает же такое Как же Отстойно идет Развитие Выкупаем Турист Как дополнительного героя Ну и небольшой Подвоз армии Получается Из этого Или не Получается Нормально Нормально Довозим Ладно Поехали качаться Авард Авард Ну все Без потерь пробили первую охрану тут мы можем оставить армию сами при этом разогнаться а армию нам подвезет турист например на следующий ход как вариант отбираем немножко роды дальше забираем армию отдаем армию на кейтлин кейтлин может пополнить ману и в принципе идем золотую шахту бить ой больше то и качаться толком негде нам да ну горгулек правда можем попробовать хлопнуть золотая шахта смотрится поинтереснее в монахов можно будет попытаться выйти если через серную шахту пойти давайте попробуем есть даже грейженый стек от которого будем скрывать копейщиков сразу же замедление чтобы минимизировать потери так а тут толком не спрячешься да ну единичку мы теряем получается да единичка теряется даже две внутри шахты мы спокойно разгоняемся так ну дальше мы будем ехать туда поэтому сразу же и героя хоть одного на туда направим следующий ход так там андра качается причем поинтереснее чем мы ладно идем бить золотую шахту вандры тоже интеллект битва будет тяжеленькая так без всяческих замедлений не обойтись ой 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 еще и морали вот только их мне тут не хватало оставим тогда на месте эту гарпию сделаем так так и есть контакт ну а теперь встают подбираться конечно быстрее о мораль кстати и все открыли стрелков пошли морали сразу же блокируют уйдимся ох копейка держится из последних сил вообще так снова блокируют ну копейку доедят наверное нет не доели даже за эксперт или мудрость опять разгоняемся на шахте не знаю турист можно куда-то домой направить мы строим гильдию магов и оппонент куда-то вылетает так 2-1-3-2 что я собирался делать а просто ход передавать по моему у меня как раз бой закончился там ну по моему да что то в этом роде хотя хотя вот этот дружанька наверное мне будет вот здесь более полезен потому что он должен будет все это дело зачистить 4-2 да вроде пока все на прежнем уровне остается ладно наша задача пробить сейчас гномов и и идти опять же пробивать снова гномов и есть контакт так ну а эту единичку по любому сожрут наверх попробуем отманить хотя бы подальше нормально потери меня устраивает ну и все идем сразу же бить гномов хотя сразу конюшня а потом уже бить гномов и разгоняться на очередной шахте ну ли тоже есть грызженный стек оооооо еще и сморалился час от часу не легче и не добили даже надо же Давай наверх, наверх. Есть контакт. Так, надо все равно снизу кого-то придерживать. Давай так. Хотя, в принципе, мы все равно же их будем отстреливать, правильно? Моралька пойдет. Так, как-то так. Вообще без потерь пробились. Вот это я понимаю. И снова на разгончик. Поиск пути. Хранюшенка, в принципе, как была посещена, так она и остается такой же. Ну, строим монастырь. Тоже, в принципе, как и собирались. И, в принципе, замок должен... А, замок, стоп, у нас уже отстроен. Ну, получается, на следующую недельку у нас хороший прирост уже должен быть. Но самая безболезненная трежерная зона, в которую можно выйти, это, пожалуй, вот эта. Да, через нее мы и будем выходить. Концовочка недельки. 0.153. У него, кстати, маг лучше качается. К большому сожалению для нас. Мы можем на конюшенке заночевать. Но так мы просядем по темпу. Ящера ведь и бить за ртутную шахту. Не знаю, насколько это нам интересно. Мы, пожалуй, сделаем так. Нас разгонит Орин. Таким вот образом. Сам Орин станет на бонусы. Тут, в принципе, тоже, как обычно. Грейт Монастыря. Насколько он нам с вами нужен. Вообще, надо вторую гильдию еще строить. И главного героя тоже сюда жигнать. Ну, а раз главный герой сюда будет подходить, то... Ну, кстати, непонятно, что то. Блин, вообще так не темпово все получается. Я в шоке, честно говоря. Так, наступает у нас очередная неделька. Оппонент пока что не очень раскачан. Вроде как... В этом плане все на прежнем уровне. Ну, что, давайте это отдадим. Самого этого героя через конюшенку прогоним. Главный герой у нас будет ехать домой. Тут встретит Турис. Главного героя. Разгонит его. И тоже домой. Ну, третью гильдию мы, конечно, не потянем. Из-за нехватки некоторых ресурсов. Но и на том уже неплохо. Можно, к примеру, казармы загрейдить. Что тоже неплохо. Ну, кстати, кто нам пришел? Вау! Сернюль. Два родных героя пришло, вообще-то. Целых два. Это будет хорошая прибавка, но немножечко позже. Шесть-три. Качнулся еще немножко. Так, прячемся в замке. Приехали. Ну, получили хотя бы такую стрелочку. Ладно, и на том спасибо. Я очень рад. Надо грейдить, наверное, грифонов, чтобы хотя бы нормально можно было разогнаться. Буквально одного грифончика надо. Чисто для разгона. Остальная армия подъедет к нам позже. Ой, а я ману не пополнил, да? Мы будем надеяться, что нам не особо-то это и нужно будет. Давайте тут тоже одного грифона. Для разгона. Хотя туриз мы, наверное, тоже с вами запустим сразу вперед, чтобы она тоже могла вместе врываться. И этот дружанька тоже должен будет врываться с нами в трежерную зону, чтобы мы по-быстрому могли ее проверить. Что? Оппонент уже прорывается к нам, ребят. Вот это да. Только я собрался уходить отсюда, как оппонент пришел к нам. И довольно здорово пробился. То есть он уже трежерную зону зачистил одну. И пришел ко мне. Я как раз буду лишаться золотой шахты. Так, а вот это нежданчик. 0.1.6.3 Казалось бы, маны вроде немного. Но он ее там по-любому тратил, эту самую ману. Ладно. Тут стрелков получается больше. Так. Так. Помимо всего есть еще и девять монахов. Кроме хорошего ударного стека. Давайте, Кейтлин, попробуем хотя бы прокачать побыстрее. К моменту прихода оппонента. Да, не вовремя, как это обычно и бывает. 30 штук. Ой, монахов я... Ну ладно, давайте сначала выстрелим монахами. Попробуем кого-то да наверх отманить. Выйтимся. Так, обошлось без моралек уже, хорошо. Так. Опять оппонент вышел из игры. Из-за проблем со светом. Что-то у него там свет. То появляется, то пропадает. Остаемся на месте. Хотя попробуем отманить назад. Может сработает, но я, конечно... Ой-ой-ой, мораль и сразу же минус 2 монаха. Вот это, конечно, боль. Давайте минусанем единицу. Остаемся на месте. Так, ожидаемый момент. Блин, 2 монаха потерять в каком-то бою. Так, продолжается сама партия. Блин, он, конечно, смотрится поинтереснее. В разы, чем мы. В ближайшее время вроде он не дотягивается. Есть туриз, которую можно будет пропустить вперед. В случае чего... Вообще, надо разбежаться, конечно, максимально. Так, а этот в случае чего разгонит главного героя. Ну да, похоже на том. Змеек у него нет. Чтобы получить первую скорость. Так что рискнем разогнаться все-таки. Ну и цепь есть цепь. А до следующего уровня еще прилично качаться. Нет даже магии никакой заэксперченной. Стрелкового оппонента будет, конечно, много. Так что в любом случае будет больно. Ну все, следующий ход. Так, оппонент, получается, отжимает шахту. Мюллих не дотягивается. Можно попробовать тогда порезать ему цепи, да? Выкупив здесь какого-то героя. Главное, чтобы это был маг. Ну, раз уж пришли, давайте отжимать деревушку. Добираем золото. Так, атаковать мы не можем. Поэтому просто добираем себе больше силы магии. Отдается армия. Дальше именно Орин должен немножечко подсобрать. После чего Сира Мюллиха мы запустим с вами на собирательство. Ведь там реально видно, что собирать есть что. Так, но он без разгона. Если что. И на случай, если он захочет сесть внутри замка. Надо нам разогнаться. Змейки не приехали к нему, да? Да, похоже на то. Поэтому давайте станем где-то так. В случае чего Встанем поближе. Турист тоже поближе армии подтащит. Орин. В плане построек Ну, наверное, пока ничего и не надо толком. А, у нас еще и Катберт есть. Ну, Катберт можно на грифончиках выпустить, конечно. Ну, хотя бы штучках на четырех. Чтобы можно было оппонента потихонечку отсюда прогонять. Оппонент садится, отжимает у нас вторичку. И прячется внутри замка. Выкупается Тазар. Который ему еще и принес армии немножко дополнительно. И Тазар запускается вперед с разведкой. Тазар без книги заклинаний, поэтому навряд он что-то сможет тут сделать. С его стороны гораздо умнее было пещеру кристаллов забрать. Вот, что он, собственно, в принципе и сделал. Пополнил ману и дотянулся все-таки, да? В таком случае шарахнем на 90 и откупимся. Так можно, говорит? Так, и это все. Я видел, что покупался еще один герой. Он хочет, чтобы замок так и остался в его владениях. Нашли проход. Теперь по поводу Катберт. Можно порезать цепи оппоненту. Это, несомненно, плюс будет для нас. Можно даже ману не тратить. Ну вот. Тут все ожидаемо. Так. И атакуем еще раз. А тут Айслин. Раз, два, три, четыре. А, кстати, метеоритку же он не может кастовать, если у него гильдия не стоит. Еще и потратился же по золоту. Увидимся. По пять скелетов только выбиваем. Это слабенько, конечно. Три, семь всего лишь. Еще и сморалились. Надо же. Отлетаем назад. Даже так, значит. Ну, чего. Мы отлетим в другую сторону. Не вопрос вообще. А, у скелета уже еще прирост по скорости. Не забываем про это. Кстати, да. Маны больше нет. Тут мы уйтимся. Тут можно, в принципе, сразу же бить. Моралька. Хорош. Моралька. Кстати, Кстати, а мне данного героя надо давать, чтобы он убил, потому что если он не убьет, то я могу перезаписать главного героя, и тогда будет беда. Так, тут как раз 2 хп оставалось выбить. Тут мы вылетимся, улетаем, улетаем, улетаем. Просто постараемся выбить максимум наверх. Wait, 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 wait. Остаемся на месте, тут просто подлетаем поближе и снова все мы вылетимся. Вперед. Так, можно убить. И опять улетаем. Снова выйдемся. Так, есть контакт. Wait, wait, wait. Улетаем. Там буквально 7 хп еще остается. Стоим, улетели, улетели. Этим надо встать поближе. Хорошо, вылетимся. Ну все, помеслась. понятное дело что это было но других вариантов у нас все равно нет 25 хп наносит но не слишком много наносит аж 60 даже на 5 отлетаем было бы побольше маны разрулили бы а так придется кадверт сейчас отдавать но тут без вариантов все насколько смогли в принципе пробили турис отдает армию на орис орис конечно же все это дело отвезет домой турист просто шахту заберет не забываем выкупить кейтлин мопоинтов для того чтобы напасть у нас недостаточно посидим пополняем ману еще больше стрелков ну пожалуй как то так он даже вернулся назад тю в общем ерундой он пока занимается в то время как он мог этого героя выбить вспомогательным героем он главного героя гоняет туда сюда но если он так будет продолжать бегать тогда и сера мюрлиха надо будет подставлять ему подбой но кстати мопоинтов много он похоже логистику качнул надо убирать героя которым мы подперлись что пусть а если не побегает отсюда ну пускай выкупает армию если у него есть такое желание а нового я думаю есть должно быть по крайней мере так купить ли книгу заклинаний для него сила магии слабенькая не знаю насколько нам это нужно ну хотя в принципе ладно пускай на грифончике остается но немножечко подальше поставим так мы еще хотя бы пара грифончиков нужны кстати можно третью гильдию поставить 10 раз на 90 можно ударить если загрейдить монахов то они будут стрелять раньше чем его ящеры а хотя и так будут раньше 6 скоростью не будет за родную землю так что в этом особо смысла нет парочка грифонов мечники 35 здоровья хотя нет лучше мы грифонов наберем с вами да а блин кстати рынок нам нужно было поставить но уже все конечно поздно этим заниматься сейчас бы еще получше скупку сделали но идет с разведкой поближе к замку но довольно высока вероятно что он не нападет хотя стрелков конечно у него очень много и там он дотянулся до сиро миллиха через айслим порезал меня всех героев практически так в это время еще лишает меня серной шахты но это один из тех случаев когда ресурсы мне не так уж сильно не нужны все что мне нужно было я уже построил подошел еще ближе атаковать это уже интересно или он думает что он меня так подпер так наискосок есть клетка по моему для выхода из замка и а и 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 решение, конечно, с его стороны, говорит, проверил. Ну, честно говоря, непонятно замысел всего этого подпора с его стороны. Ну ладно, ему как бы виднее. Ну что, следующий ход все равно вышел и стал наискосок. Ну-ну, но если он так и останется, то он мне сейчас подарит прирост, за что ему большое спасибо. Его прирост не успеет к нему приехать, потому что он не позаботился о построении цепи. Вот такие дела получаются. Так, ну если я делаю скупку, тогда это будет считаться редрашем. Ну давайте поставим рынок. И если что, потом попробуем атаковать сейчас в таком случае, потому что он как раз начал цепь строить. И надо его потихонечку отсюда выбивать. 250. Ну, поехали. Конечно, как он за три недели столько ящеров собрал, это просто неимоверно. Хорошо. 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 Просто заберем sturку. Не, ладно. - Да, ящеров, конечно, очень много. Ну что, будем закрываться всеми силами, стараться. Нычка, Вистан и два родных героя на второй неделе. Да уж. Я жаловался, что ему плохо сдало. Мне бы так плохо сдавало, как ему. Еще девять виверн. О-о-о, на 160. Вот это боль. Закрывает ящеров. Но я вроде как и не собираюсь на него нападать. Если что, седьмая, скорость десятая, да? Делаем с вами так, минус. Закрылись. И хочет он того или не хочет, надо выбивать грифона теперь. Вот так-то. Выйтим всем. И опять. Либо он отлетает назад, либо летит вперед. Ясно. Ясно. Минус три виверны сделали. Седьмая скорость тоже седьмая. Десятая. Тут десятая, да? Ну, делаем тогда с вами как-то так. Тут ответочка снята, поэтому тоже сразу же по вивам бьем. Десятая, да? Надо было сразу наменять побольше золота. Я бы еще и откупиться мог нормально. А так мне надо будет сбегать и скупаться заново. Тоже ошибка с моей стороны. Ну, мана у него быстрее закончится. Это уже видно. Десятая, да? Десятая, да? Десятая, да? Десятая, да? Десятая, да? Долго думал, что ему делать. Мы минусуем этих ребят, еще и моралька заходит чётенько. Надо же, еще и не добили. 21 хп. И решает меня просто перестоять, типа. Ну, ладно. Перестоять, так перестоять. Дело там. Хозяйское. Угу. Решение с его стороны, конечно, уникальное. Я думаю, не нужно объяснять почему. Выбил мне тех юнитов, которые уже отходили. Странно. Попытка лишить меня первой скоростью. Разве что так. Других вариантов я не вижу. Что у нас получается по скорости? Четвертая, пятая. Седьмая. Ну, ладно. Делаем так. И вот так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Отойдем. Делаем тогда так. Вылетимся. Еще и сморалились. Так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Отойдем. Продолжение следует... Удар по крестоносцам. Но это правильно, потому что они бы потом в стрелков вырезались. Этот момент он продумал. Короче, гнулики страхуют. Ладно. Делаем так. Хотя, возможно, был смысл в третьей гильдии магов в надежде на антимагию. Типа антимагия накинет на кого-то. Типа стрелков. Делаем так. Делаем так. Ну, он выбивает мне всех стрелков, и я ему почти всех. Тоже правильное решение с его стороны. Короче, когда останется шестнадцать и меньше, это будет опасно. Пока что можно стоять. Шестнадцать против шестнадцати, мам. Ну, в принципе, мы хороший бой ему дали. Я думаю, навряд он ожидал подобного исхода. Учитывая тот перевес по армии, который был у него. Сейчас будем переключаться на более дешевую магию. Хорошо. Хорошо. Я так понимаю, будет пытаться сыграть через ускорение с большой долей вероятности. Делаем так. Выйтимся. Стрелочка бьет у нас на пятьдесят. Ну, это меньше десяти, конечно, минусовка. Жаль. И он без маны остается и не в состоянии штурмовать наш замок. И мы не совсем в состоянии, скажем так. Пятая скорость против четвертой, да? Так. Ну что, выйтемся. Ну что, выйтемся. Следующий раунд мы не переживаем. Вот если бы он ускорение давал на вот этих, он бы мог меня выбить атак. То есть, следующий раунд начинается с нас. Мы еще разочек его минусуем, после чего либо откупаемся, либо сбегаем. Так. Стрелочкой уже на семьдесят бил в этот раз. А, так у него не хватает. Мы можем с вами два раунда даже пережить. Четыре, да? Ну, получается так. Так. Угу. Да. Так, в принципе, и ожидалось. Последняя стрелочка, после чего мы с вами просто откупаемся за двести десять. С этой армией он, в принципе, не способен как-то нам противостоять. Серьезно. Замок он не отожмет, и ему нужно будет сейчас убегать. А если не убежит, то мы догоним, конечно же. И будет ему Бо-Бо в этом случае. Даже вот таких вот единичек нам пока что будет вполне достаточно. Он практически без маны там остался. Так что мы с вами еще поборемся. Да, давайте посмотрим, что он будет делать. Наш ход. Да, жаль, что мы, конечно, до него не дотянемся. А так, конечно, без маны можно было бы его словить. Одного шага не хватает. Представляете, ребят? Одного шага. Ай-яй-яй. Он будет идти пополнять маны, значит. В таком случае делаем так. Этого героя мы ссадим внутрь замка. Берем с собой побольше подобной армии. И с этой армией поедем воевать. И с этой армией поедем. Больше шансов будет на допущение каких-то ошибок с его стороны. Проверим его скилл. Так, в это время к нему едет подмога. Как раз он подскупился, да? До замка он, в принципе, не достает. Что тоже хорошо для нас. Попробуем немножечко его ослабить. А потом он, скорее всего, опять будет пытаться нас как-то подпирать. Ну, какой хитрый. На змейках пришел. Ну, все равно же за один раунд не убивает. Разве что у тебя экспертное ускорение. Ну, давай. И сколько они урона. Ну, есть, конечно, шанс, что минусует за один удар. Но шанс невелик. Ну, вот из трех раз. Один раз только сработал урон. Даже из четырех раз. Раз. Пожалуйста. Хлоп. Раз. Надо бить. Пять. Чтобы откупиться, надо шестьсот. Поэтому мы просто-напросто сбегаем. Окей. Разменчик, в принципе, в плюсе к нам. Но экономический кризис все равно есть. Так. Прибыл ход. Продолжаем выменивать так, чтобы нам хватило на скупку нашего главного героя. Так, две пятьсот. Отлично. Тут, наверное, вообще надо в ноль вымениваться. А то оппонент нас будет атаковать, а нам даже, по сути, нечем отбиваться. Как бедненько-то получается. По сути. Пемído на Raspiel! Понятно! Знаете, папа,ขы? Н暮 slide. Пап quem? В OH Space. Так, следующий ход и вот он, финальный бой. Тут, конечно, понятно, что я проиграл. Перемощнил жестко, конечно. Стрелки, получается, еще не стреляли, да? Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре, плюс стрелки еще. Тут, конечно, поражение без вариантов. Ну, вы сами видели, какая была сдача. Все, в следующем раунде. Полный капец. Ну, как раз змеечки просто минусуют каждый из этих стэков, даже магию не надо использовать. Ну, вот и все. Вот такая вот партейка получилась. Ну, что, ребята, у меня на этом все. Всем спасибо за внимание. Всем пока. С вами был Armag. Подписывайтесь на оба канала ArmagPlay и ArmagChannel. Следите за выпусками новых видео. Добавляйтесь в группу ВКонтакте. Приходите по субботам на утренние стримы. Ну, если есть желание финансово поддержать развитие канала, реквизиты есть в описании под видео. Всем удачи. Всем пока. Всем пока. Пока.